Увидеть то, что обычно скрыто от посторонних глаз, на мгновение почувствовать себя миллионером и узнать тонкости профессии. В Банке России прошел день открытых дверей. Все желающие могли не только узнать много нового о банковской системе в целом, но и научиться разбираться в предлагаемых финансовых услугах. Кадыров Булайзизов увидел все. Кто хочет стать миллионером? Будто с таким вопросом Банк России открыл свои двери для всех желающих узнать сферу банковского дела изнутри. На праздник пришли много детей и взрослых. Для них здесь работают четыре локации. Прямо у входа в здание посетители могли ознакомиться с тем, как устроена машина для транспортировки купюр и монет, сфотографироваться с большими банкнотами и послушать лекции об инкассации, ее функциях и способах перевозки денег. Банкноты как, вот пачками, да, идут? Вот сюда 20 пачек, одно место считается. Это где-то килограмм 20-25 получается. В фойе банка посетителям рассказали, как определить подлинность банкнот с помощью специальной техники, как быть с поврежденными купюрами и можно ли ими расплатиться. Выяснилось, что если 55% купюры сохранено, то ее можно восстановить в любом отделении коммерческих банков по всей России. Здесь же они ознакомились с работой монетосщеточной машины. Юные посетители узнали для себя много нового. Как внутри выглядит машина, ну, то банка, так прикольная была. Как проверять, ну, деньги, фальшивые они или нет. В актовом зале и учебном классе прошли лекции для студентов и старшеклассников о мошенничестве с платежными картами и о том, как распознать финансовую пирамиду. А для самых маленьких провели командные игры по построению их первого финансового плана. Особое внимание всех посетителей Банка России, как и ожидалось, привлекли музейные экспозиции. Экскурсии по истории становления развития банковской системы России и истории рубля покорили зрителей. Ведь в музее можно было не только посмотреть, но и прикоснуться к истории. В музее истории рубля представлены монеты со времен Древнего Рима, Царской России и вплоть до наших дней. А помимо этого у каждого желающего была возможность стать миллионером, подержав в руках один лям. Этот экспонат покорил всех своей простотой и оригинальностью. Он сделан из монет разного достоинства, а их количество и дают в сумме один миллион рублей. Посетили день открытых дверей и гости нашей столицы. Все очень интересно было. Я, в общем-то, не молодая женщина, и для меня это было интересно, а для молодежи, я считаю, вообще. Финансовому просвещению в Банке России уделяют большое внимание. И это делается для воспитания разборчивого потребителя финансовых услуг. Любой желающий может узнать историю Банка России, ознакомиться с его работой не только на финансовом рынке, но и в сфере финансового просвещения. Банк России вообще уделяет большое внимание финансовому просвещению населения. Вот в частности, наше отделение проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности, начиная от маленьких детей и до людей пенсионного возраста. Финансовых продуктов сейчас становится все больше, и разобраться в них не всегда легко. Как заявили представители Банка, их основная задача – помочь жителям республики ориентироваться в мире финансов, выбирать именно те услуги, которые им нужны, и знать свои права. Кадыр Абдул-Азизов, Любава Маслова, Саид Кутеев и Юсуп Газиамаров. Время новостей.